Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью. С вами Мария Шматкова. Сегодня мы хотим познакомить вас с удивительным творческим человеком Анастасией Немоляевой, актриса, художник, дизайнер. Здравствуйте, Настя! Здравствуйте! Очень приятно с вами познакомиться. Хотелось бы, конечно, сегодня погрузиться в ваш творческий мир. И прежде всего я хочу сказать, что увидеть работы Насти можно в галерее «Дача». Приглашаю всех. Все-таки с чего все началось? Когда вы взяли в руки краски, кисти? С чего начался ваш творческий путь? Потому что я так понимаю, что от макушки до кончиков пальчиков вы творческая личность. Ну да, конечно, творческая. Я не заканчивала никакого профессионального училища. Я наивный художник, как говорят. Это просто мое влечение, хобби, которое потом по жизни переросло просто в какую-то, можно даже сказать, в профессию. И дело всей моей жизни. Вот я этим снимаюсь. И у меня своя студия, и мебельное производство. И пишу картины. Поэтому, в общем, это, конечно, все переросло в такое необыкновенное. Что послужило самой точкой? Вы знаете, я так вспоминаю, когда-то я болела в детстве. Мне было лет 12. Я лежала с ангиной, лежала в постели. И это была весна, накануне 8 марта. Вот как все делают подарки мамам все. И мой папа вот смотрел, смотрел на это, говорит, Настя, давай я тебе дам масляные краски, вот тебе так устрою все, вот какой-то мольбертик тебе поставлю, кисточки покажу, как вот что вот, как вот пользоваться. И ты попробуешь что-то нарисовать. Ну, нарисуй маме какую-нибудь дощечку. Тогда, знаете, украшали кухни разными красивыми такими вот расписными вещами. И я вот попробовала, и мне очень понравилось. И меня стали все просить делать подарки на дни рождения. Светлана Немоляева, тетя моя, там все мои братья, сестры, вот тети, дяди, все-все-все. И я постоянно рисовала, дарила подарки. И так я вот таким образом потом стала делать для себя сначала коллекцию вот этих вот досочек кухонных. Потом, когда закончила школу, было такое место Измайлова, где все любители, художники и любители продавали. Вот мы просто на земле выкладывали так досочки, кто что, вот кто, кто что, все свои произведения. Теперь это называется Измайлова, а раньше вот это начиналось в Бице. И сначала в Бице, потом в Измайлова. И я начала продавать эти досочки. Но они прям пользовались популярностью? Они мне очень хорошо их покупали, очень много покупали иностранцы. И, в общем-то, я такой вот... То есть это с какого времени вы уже стали зарабатывать свои собственные деньги? Ну, наверное, это был класс десятый. Вот. И я что-то вот продавала. А потом я уже поступила в театральный институт, стала сниматься в кино. И самое удивительное, что я про эти досочки, я их делала просто уже для себя, потом дома, ну, между работой вот в какое-то время. Я встретила молодого человека, который сказал мне, а вы знаете, у меня такое количество досочек вот из Бицы. Я покупала ваши досочки, еще как бы не зная, что я буду актрисой, что будет успешный фильм «Курьер», что меня будут там знать. А у него вот уже коллекция досочек оказалась. Поэтому вот это так вот... Которую создала Анастасия Немаляева. Актриса. Да, я даже не знаю, какие у него доски, но я помню, что вот это все начиналось с таких маленьких подарков и таких расписных досочек. А потом мы в свое время очень дружили с Иваном Глазуновым, вот Иван Глазунов, сын Ильи Глазунова. И он как-то подтолкнул меня на то, что он писал портреты, я ходила, мы так дружили, он рисовал русский тип, русские лица, вот он еще себя очень любил. Он говорит, Настя, а ты попробуй расписать, что ты эти досочки распишешь, попробуй какой-нибудь шкафчик расписать или еще что-то. Я заинтересовалась, стала всю эту тему изучать, и где-то в начале, ну где-то 92-93 год я начала присматриваться к мебели, изучать вот русскую старую, поставцы, сундуки. И стала расписывать первые свои работы, которые в дальнейшем заметил такой Сережа Тарабаров. Это вот сейчас есть несколько музеев русского наивного искусства, у меня там тоже мои работы есть у него в музее. И он, когда увидел вот первые шкафы, то он сказал, что Настя, надо сделать выставку, это так здорово, что ты расписываешь вот эти вот все буфеты, там у меня много было очень мебели. И мы сделали у него в галерее Дар, сделали первую вот мою выставку, она была в 87-м году она была. И вот после этого так постепенно, ну на самом деле увидели эту выставку, заметили, тогда выпускался журнал Мезонин, еще вот только первый, первый номер был. Они напечатали про эту выставку, я так воодушевилась, стала расписывать еще больше мебели, как-то выставлялась, но никому это не было. Крупные формы. Нет, крупные формы уже были, эти шкафы, галереи. Ну да, ну а досочек вы перешли к шкафам, где вы брали свои экспонаты, потому что я понимаю, наверное, сначала был дом, не знаю, дачи, квартиры, друзей, родственников. В те советские времена была такая газета из рук в руки, я изучала, значит, все, я покупала эти буфеты, ездила, смотрела, придумывала, что можно сделать, тогда они стоили очень недорого. И я их все реставрировала, приводила в порядок и расписывала. И они потом выставлялись очень много в галереи Кариной Шаншиевы, там их брали очень на многие выставки кукольники, когда на шкафчик можно было еще поставить какие-то статуэточки еще. То есть это было как-то в интерьере. Но это так вроде бы все очень звучит замечательно, но в то время у меня совершенно никто это не покупал. А хранить это огромное количество мебели мне было просто негде. Эта мебель, она кочевала с выставки на выставку. Иногда я приходила в какие-то галереи, говорила, у меня есть замечательная расписная мебель. Они говорят, что расписная мебель, зачем ее расписывать? То есть вот так. Куда мы ее поставим, да? И куда, и зачем она нужна, расписная мебель? Но потом, в общем-то, это как-то стало роспись в интерьере, расписная мебель. Все это так пришло и вошло тесно в нашу жизнь, что уже потом никто не спрашивал. А я постепенно создала такую студию, которая расписывала разные предметы интерьера. Стены в том числе, потолки, все что угодно, полы, все что угодно. Расписать можно все, одежду можно, вообще все расписать можно. А муж создал столярное производство для того, чтобы делать как раз вот эти предметы интерьера для меня. А потом так оказалось, что предметы интерьера это одна часть, довольно-таки узкая, расписная. А столярное производство это уже другая. Мы как-то вот так друг друга вот развивали. Ну вот. А на выставке сейчас, в общем-то, представленные работы я еще рисую маслом, рисую холсты, дерево. То есть перешли все-таки от шкафов к картинам? Не перешла, но просто это было всегда, это было всегда параллельно. Просто сделать выставку живописных работ, наверное, легче, чем перевозить мебель. Но тем не менее здесь, в галерее дачи, представлена мебель, которую вы расписывали. И очень много разных интересных... Причем разного абсолютно времени. Есть какие-то сундуки, которые, например, я расписывала. Это вот просто сундуки, которые самые первые были, когда я только начинала расписывать мебель. А есть какие-то работы совсем последние у меня. Поэтому есть какие-то ширмы, которым уже 10-15 лет. Ну то есть можно даже как-то, наверное, проследить, как я немножечко там менялась, что делала. Если говорить о коллекции картин, которая находится прямо за нами, чему она посвящена и какого года эти работы. Вы знаете, тут работы разных лет. Это и 17-й год, и вот этого года есть работа. Посвящена чему? Это, знаете, был такой промысел городец. Он находился в городце. Раньше было очень много разных промыслов в 19-м веке. В середине 19-го, в 20-м там хохлома, все знают, жель. И вот был такой городец, городецкое искусство. Они делали, расписывали прялки, шкафы, всякие предметы интерьера, тоже вот мебель какую-то. И мне, чем отличалось, тем, что каждый промысел имел свое лицо. Ну вот как бы хохлома, Фидоскина, Дулева, городец. Сразу узнаваемые промыслы. Они имели очень свое яркое лицо. И вот мне всегда очень нравился городец. И я брала какие-то элементы, вот этих народных росписей, русских росписей. И составляла в какие-то картины, уже просто свои какие-то фантазии. Ну, например, вот здесь городецкие кораблики, которые очень часто рисовались на прялках. И кот. Кот вообще всегда такой вот символ был. Ну, не знаю, может быть, тепла, уюта дома. Поэтому там городецких котов было очень много в их рисунках. Какие-то вот лошадки. Это всегда вот какой-то определенный типаж людей. Такой вот условный. Они все почему-то такие все черненькие, все такие темненькие. Вот какие-то вот такие типажи. И я эту как-то тему развивала. И делала уже большие картины, условные картины. Какие-то цветы фантазировала на эту тему. Делала вот такие вот. Все-таки вот коллекции, вот эти образы, они каким, вот как они рождаются? Как рождаются? Что толкает вот на ту или иную идею? Потому что, ну, вот если посмотреть, да, все работы, ну, достаточно разные все-таки. Цветовая гамма разная, техника исполнения разная. А человек один, художник один. Ну, вы знаете, здесь просто так висит вот эта тема. А еще у меня были разные какие-то моменты, когда я увлекалась разными стилистиками. Вот, например, мне очень интересовал Восток, вот эти все муускрипты. Вот это у меня была и мебельная коллекция, и коллекция вот таких мебели восточной. Ну, просто здесь только одно зеркало есть. А потом меня интересовала такая вот усадебная жизнь. Она здесь тоже есть. И у меня очень много таких вот шкафов. И я очень много нарисовала детских комнат. Пошло это с пушкинского шкафа. Вот такой Тонегин, Татьяна. И вот я начинала развивать эту тему, русская усадьба. И мне так это все нравилось, потому что, в общем-то, ну вот как ни странно, вроде бы мы в России живем, но все строят какие-то странные такие дома. И вот такие интерьеры создают или западные. Не особо похожие, да? И да. А вот мне всегда хотелось привнести, вернуть вот это русское искусство. То есть построенный дом в европейском стиле вы прекрасно помещали предметы. Да, мне хотелось, да, чтобы, знаете, как вот все-таки, когда ты подходишь и видишь из окна березки это и живешь в России, то все-таки должно что-то окружать. И поэтому я делаю очень много детской мебели, вот именно такой вот пушкинской тематики, вот этих усадеб русских рисунков. У вас очень много коллекций, очень много направлений. Вот все-таки какая для вас самая любимая? И какая, на ваш взгляд, вот самая удачная? Ну, вы знаете, я даже не знаю, потому что я все время в каком-то творческом процессе. Или все-таки она еще не написана? Да, она, наверное, не написана, но я очень люблю такие сюжеты, связанные с лубком, с русским лубком, вот с этими. У меня дома стоит целая кухня расписанная, лубокая. И вообще я очень много расписывала лубковых картинок и в такой стилистике лубка расписывала. Вот сейчас в последнее время вот как-то вот у меня есть и городецкие, и пейзажи такие вот русские с деревенскими домами. Ну, не знаю, все равно вот как больше всего волнует какая-то русская тема. Выставка уже работает, выставка открыта для посетителей. Есть ли обратная связь? Вот что говорят люди, когда видят ваши работы? Ну, вы знаете, я думаю, что это очень интересно. Мы только открыли, и целый месяц она будет здесь абсолютно бесплатна. Можно приходить, смотреть здесь. Во всяком случае здесь можно и все покупать, и есть какие-то подарки, подарочные вещи студийные. Мне кажется, но, наверное, надо какую-то нам книгу создать, где будут писать отзывы, потому что мы в силу того, что все заняты и работаем, и, конечно, не успеваем. Но не всегда можете работать именно с посетителями. Да. Ну, я думаю, что будут какие-то отзывы, потому что здесь же будут сидеть девочки, которые вот со мной работают, что-то какие-то продавать вещи студийные. И, наверное, просто они расскажут о впечатлениях. Но во всяком случае, вот, интерес есть, и у меня очень многие мои уже друзья и знакомые, и знакомые знакомых спрашивали, и хотят приехать и посмотреть. Здесь очень интересное выставочное пространство. Мне кажется, вот, если говорить про ваше творчество, вот, прям, вот, они здесь и жили. Да, 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 вот это все очень подкупило, потому что такой сруб. Потому что дом такой, да, сруб, бревна, прям, вот, настоящий. Да, да, да. Тут русский дух, да? Да, 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 да. Очень все это связывается. Я знаю, что вы в течение нескольких дней, ну, размещали картину, устанавливали, вот, сразу влюбились в это пространство. Вы знаете, пространство прекрасное, светлое, тут все видно, действительно, огромные такие площади, все мы развесили. Но еще все в процессе. Поскольку у нас не было такого еще открытия, а выставка уже как бы идет, и можно приходить и смотреть, и все это изучать. А еще будет мебель. Я еще вот сейчас соберусь силами и привезу еще сюда часть мебели, часть каких-то вещей. Поэтому те, кто посмотрит ее сейчас, через месяц, может быть, это уже по-другому. Так что можно... На чем работаете сегодня? Что создаете? Сейчас создаю, ну, пока рисую. Рисую, рисую холсты, рисую маслом. Вот кисти, краски вообще всегда рядом с вами, не знаю, альбом? Какие-то зарисовки вы делаете? Или вот как это происходит? Да вы знаете, по-разному создается. Или вы просыпаетесь среди ночи, увидели картину, пошли рисовать. Вы знаете, по-разному создаются. Вот буквально вот позавчера решила, мне вот мой папа говорит, ну, ты сейчас все пишешь синий, синий такой, поменяй гамму, попробуй что-то вот в другом цвете. И я взяла и долго вымучивала букет в такой красной гамме, в яркой такой вот, в малиновый какой-то, ну, краплак, я не знаю, какой-то цвет такой вот сочный такой. Вымучивала, вымучивала, а потом вымучила его. Ну, в общем-то, осталась довольна, потому что действительно я в таком цвете как-то никогда не работала, такие картины яркие никогда не писала. А потом взяла остатки краски, просто размазала на другом холсте, и как-то раз-раз-раз, у меня получился вообще какой-то совершенно другой букет. Оп, какой-то легкий такой, воздушный, весь такой летящий. Ну, поэтому, знаете, просто как оно происходит, ну, не могу сказать, что я как-то вот мучаюсь. Мне просто иногда очень хочется порисовать, я иду и рисую. А иногда, вы знаете, не хочется рисовать, но я иду. И рисую. И рисую, и в процессе я вдруг понимаю, что мне очень хочется уже рисовать, и я уже влилась, и вдруг что-то начало получаться. А если что-то начинает получаться, и ты видишь, что из этого вырастает какая-то интересная работа, то ты просто остановиться не можешь. Вот у меня были такие моменты, когда я рисовала какие-то, ну, даже мебель, ну, огромный шкаф, ну, надо же остановиться. Ну, просто так идет, все так идет, так все получается. Вот еще один завиточек, я сейчас последний, да? Вот еще, да, и ты уже ползешь, ползешь, а уже надо спать, а ты все равно не можешь закончить, потому что понимаешь, что завтра проснешься и что-то не доделаешь, а тебе надо увидеть это в целом. Вот поэтому так мучительный процесс. А все-таки вы в большей степени художник или актриса? Никогда не задавались вопросом, почему все-таки вот не отдали вас именно в профессиональное такое направление, если родители, в общем-то, практически с 12-летнего возраста видели, что вы, ну, увлечены этим достаточно серьезно. Ну, вы знаете, ну, у меня папа оператор, в общем, такой мирового уровня, я считаю, и он очень любит рисовать. И для него это совершенно, знаете, как-то, иногда он снимает кино, иногда он сидит с мольбертами и рисует. Поэтому для него это совершенно две такие составляющие его жизни, очень важные для него. Поэтому он не задумывался так, что кем, в общем-то. И, вы знаете, да потом родители так много работали, и мы такие были сами по себе, конечно, молодежь такая была веселая. Ну, ну, вот знаете, как-то так состоялось. Вот поступила в ГИТИС, работала в театре, работала с Сережей Женовачом. И, в общем-то, я очень благодарна этому времени, потому что это было необыкновенное творческое время и необыкновенно хорошие, интересные роли. Но потом так как-то сложилось, что я перешла в эту область больше. И, в общем-то, я, поскольку человек очень домашний, а я поняла в какой-то момент, что я очень человек домашний, и мне очень тяжело все равно дается, как бы это ни было интересно, выезжать в экспедиции, жить в гостиницах. Ну, вот эта какая-то кочевая жизнь, она для меня все равно не такая комфортная, как вот рисовать, творить, и вообще ощущать и чувствовать это необыкновенное чувство масла, когда ты заходишь в помещение, и там работы стоят, и ты чувствуешь этот запах масла, работ, картин, вот этот вот запах, вот этот вкус вот этого всего в жизни, это мне, не знаю, он мне ближе. Хотя я с удовольствием как-то прерывалась в своей жизни на какие-то интересные работы, я думаю, что если будут какие-то интересные предложения, я тоже всегда сорвусь и поучаствую в кино, не думаю, что это меня так затянет, да и судя по возрасту уже так, знаете, как снимается в молодости, потом уже идут характерные роли. Я не такая характерная актриса, но вот насколько могу себя реализовать в плане какой-то такой художественной работы другой. Анастасия, я предлагаю нашим телезрителям окунуться в этот волшебный мир, мир масла, красок, цвета и посетить галерию «Дача», познакомиться не только с вашим творчеством, но и творчеством других художников. Да, у нас так получилось, что в Строгановке вот сейчас, вот несколько недель назад, была совместная выставка четырех художников, но здесь вот в галерее «Дача» представлены три художника. Алексей Кименко, он, в общем-то, педагог высшей школы экономики живописи, он в Строгановке преподает, и Анна Грекова, тоже замечательная художница, керамист, чудесная работа. Я думаю, она сама просто это расскажет, уже покажет. Так что, если вы придете в галерею «Дача», вы просто окуняйтесь в такой творческий мир, который, ну, я думаю, что это надо делать, надо ходить как-то. Интересно будет прийти сюда с детьми, потому что, в общем-то, здесь очень много интересной какой-то керамики такой, которая будет интересна детям, и очень много интересных каких-то вещей, которые там связаны с детскими какими-то атрибутами, ну, не знаю, какие-то детские ширмочки, стульчики, какие-то зеркала. То есть это, я думаю, можно приходить с детьми, и тоже это очень будет интересно. Тем более, будут всякие какие-то подарочки здесь, вот, может быть, сувенирчики, которые могут приобрести на память. Спасибо вам за интересную беседу. Спасибо. Вы смотрели специальное интервью, оставайтесь на нашем канале. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова